Здравствуйте! Последний, смотрю в камеру, видеообзор музыкальный на этой квартире. Я вспомнила, что у меня осталось три или четыре, короче, одно музыкальное незаконченное дело, что я совершенно забыла прослушать эти диски, оставшиеся, что мне Таня Китаева вдарила. И сегодня прослушала. Что хочу сказать? Помнится, что это я начинала слушать Дети-Ети, когда она мне их только принесла. Короче, помнится, они мне даже слегка понравились, но я их слушала исключительно фоном. И да, все диски с песнями, треками или как их там формата Wave. Совершенно неправильный формат, я считаю, совершенно неудобный. Я его использовала, когда на Винде, экспишной нахрю, в Винде сто лет назад, в Guitar Pro что-то там свое писала. И там можно было сохранить в MIDI, в Wave формат и все. Вот лучше, по-моему, в MP3 сохранять. Во-первых, на него ужасно ругается мой дисковод у компа. Во-вторых, не все треки играются. Здесь игрались треки. В-третьих, оно же формата огромного. И если тут поддерживается лицензия, я так поняла, хоть Таня говорила, что на всех она написана, я только на одном диске нашла такое. Creative Commons, ту же самую лицензию поддерживаю я. То бишь, вы можете заюзать мою музыку, указав, что это моя музыка, допустим, но бабла с этой музыки вы получить не сможете. Хотя, возможно, у этих слегка другая Creative Commons. Ну и диск у нас 2015 года. Дети-дети. Как-то он там, наверное, назывался. Где-то он тут был написан. В общих чертях. Вот оно вот такое. Я тут слегка ракурс сменила по некоторым причинам. Вот оно. Вот такое. Как вот, блин, в камеру-то влезьте. И вот такой диск. Ну что. Я его слушала исключительно фоном. Извиняюсь. В момент, когда собирала оставшиеся вещички. И разбирала последние вещички. Исключительно фоном нормальным. О чем оно, я не помню. Хоть я два раза и слушала его, и даже на повторе прослушивала сегодня. Но, вы знаете, такое что-то фоном. Вообще, что-то у меня складывается впечатление, что то, что выпускает лейбл Таниного мужа и еще двух людей, без понятия, что там за люди, в этом лейбле без имени и чего-то там. И вообще, где-то этот лейбл назывался на каком-то диске. Потому что сама я его не помню название. Без лога имени, кажется, так этот лейбл называется. Я так поняла, что эта музыка меня, видимо, не цепляет. Ну, не цепляет в том плане, что вот я бы повторно это все не слушала. Ну, возможно, кому-то это нравится, раз оно выпускается. Был еще такой диск с двойной. Вот этот диск был в слюде. Тут у нас два диска. Вот так это счастье открывается. Вот так оно выглядит. Вот так оно вообще открывается. И вот так оно выглядит. Короче, у меня ни один диск отсюда не сыгрался. Первый диск начал проигрываться. Первая там мелодия буквально секунд 10-15 она проиграла. Потом диск сказал, все, не могу проживать. Ругался, ругался. Мне стало жалко его мучения. Я вырубила, извлекла диск безопасным способом. Второй диск, он просто не открыл ни папку, ничего. Хотя там типа три трека. В общем, это насчет Wayway. Я так понимаю, что это распространяется еще под Creative Commons. Чтобы, ну, как бы, чем больше это кто-то где-то скопирует и услышит, тем больше круче, да? Если вы хотите, чтобы это все слушали, или хотя бы частично все, то хотя бы сделайте нормальный формат читабельный. То же самое MP3 хотя бы. Вот я просто параллель сейчас помню. Вспомнила до этого, параллель проведу. Допустим, Хадзи переводит кусоногими буки. Я его редачу. И какие-то вот непонятные слова, даже чисто для меня, хотя я вроде как давно увлекаюсь Японией, но все равно я не настолько хорошо в этом понимаю, да? И взять меня, допустим, как если бы я была просто читателем. Я какие-то слова привожу, я ему говорю, что вот смотри, вот эти слова, допустим, обычный человек бы не понял. А мы же хотим, чтобы как можно больше человек это почитали, как можно больше народу это понравилось и тому подобное. Распространение русскоязычной версии среди русских людей, да? Если люди хотят вот это как бы распространить среди более большого количества слушателей, то надо хотя бы формат нормальный делать в музыке, чтобы он читался в компьютерах, потому что вот, допустим, у меня, я думаю, в MP3-плеере это не прочитается, потому что это не MP3. Не знаю, может быть, есть вейвплееры. Я потому что от жизни как-то отстала в этом плане. Возможно, вейвплееры тоже есть. Или, допустим, ну, если в диске, да, если просто обычный магнитофон, то у меня есть обычный просто магнитофон, там где-то в комнате в соседней стоит аудиоформат, аудиофайлы не помню какого формата, но не вейв. Он точно вот это бы не проиграл. И вот это красивая такая обложка. Музыка такая конкретно вторичная. Тут у нас 5 треков. Это у нас мамашка, ведьма и мертвая вода духов, или как-то так. Возможно, конечно, придется Дима-невидима, который у нас более осведомлен во всем. Вот, ну, знаете, везде был, все видел. Как в том анекдоте. Даже в нижнем полушарии у Некра, скорее всего, был. И он, наверное, скажет нам, что вот, точнее скажет, нет, нет, ты неправильно перевела, ты неправильно произнесла. Ну, оставим это для Димы. В общем, вот так вот это счастье выглядит. Что хочу сказать, я еле достала этот диск. То ли у меня руки не с того места растут, но когда вот здесь вот обломалось все две штучки, я минут 5 его доставала, он стал доставаться нормально. Те два, которые не открылись у меня практически полностью, у меня доставались как-то, ну, более легко, чем другой. Хотя, вроде, тут те же самые одинаковые обложечки такие, те же самые эти хренатеньки. В принципе, такой же, как дети эти, эти мамашки-ведьмы. После редакта сегодня закончила восьмую главу Ребелиона, редачей, после редакта волшебниц, девочек-волшебниц, ведьмы воспринимаются как продолжение волшебниц, а не как что-то иное. Короче, тот же Wave, опять не могу достать. Короче, не буду я его доставать, раз он не достается. У меня зазвонил телефон. Кто говорит, не скажу. Короче, так как я это буду, видимо, монтировать, к сожалению, хотела без монтажа обойтись и ЖЖ мое жужжащее, точнее, телефон жужжащий на Vibro. В принципе, частично по этой причине у меня сегодня такой ракурс. Как бы все-таки жужжал, я его услышала, то, в общем, продолжу. Короче, вот это счастье. Оно мне, в принципе, понравилось. Ну, такое интересное, но на пятой композиции меня тупо вынесло, я ее не осилила. Я хотела ее слегка промотать, но случилось такое, что он у меня, видать, тоже где-то заглючил этот Wave. И тупо с середины оно перескочило на начало. Я пыталась полностью прослушать этот рак, но, видимо, это не только меня, задолбала эта композиция. Кстати, очень вторичная, пятая композиция. Но еще и мой системник тоже как-то не воспринял это, и он доходил где-то до середины трека и свалил, начинал его производить сначала. И тут у нас есть, я сейчас даже скажу, видимо, в Фейсбуке это тоже есть, на Name Records, это который, лейбл у нас, то, что без имени и без чего-то там еще, фэбэ точка ком слэш н-о-н-а-м-е-р-е-ц-о-р-д-з-з. Вот такое вот счастье. Тут какой-то еще риф, рекорд с мелкими буковками. Вообще, конечно, круто так сделано, пентаграммы, наверное, даже мне напоминает кого-то там из финских металлистов. Ой, я вспомнила Велуш, покрасно просила, чтобы я что-то там прослушала или просмотрела и сказала свое мнение. Вот только сейчас помнила. Но еще не слушала, потому что совершенно некогда. И сейчас-то вроде как, ну, могла бы заняться чем-то другим, но пишу видос. Вместо того, чтобы заняться чем-то другим. Короче, на таком вот, такими светлыми буквами, на таком же примерно свете только потемнее фоне, вырви глазные люди, вы рассчитываете, чтобы это людям нравилось, чтобы люди цеплялись, чтобы вот это вот цепляло людей. Вот очкариком плохо это видно. Ну, так, в принципе, вот все, что я прослушала и то, что частично удалось прослушать, оно мне практически все кажется таким каким-то вторичным. Ну, меня вот это все не цепляет совершенно. Ну, не настолько, чтобы вот фоном я бы послушала, в кафешке в какой-нибудь посидела бы, это услышала, вот все, что у меня там было. Еще что-то такое, но как-то, видимо, это не мое. Или мне больше вот нравится сейчас треки из аниме слушать, или там какие-нибудь CD-драмы, где половину понимаешь, потому что редачил, половину нет, потому что еще не отредачил, и не читал. И частично узнаешь по голосам, и как бы имена мои, новые слова и старые слова, которые уже знают, а там эти, как-то так, это я про кусоногие мебуки. А вот это что-то у меня все не идет, ну, совсем не идет. Спасибо, конечно, за возможность послушать. Если бы мне это не дали, я бы и не слушала, но так как вроде как, я поняла, хотели, чтобы я это послушала, я отрекламила, я их сказала хотя бы свое мнение. Кстати, вот этот диск у нас тоже был зафальгирован. Насчет детей не помню, может он до этого был зафальгирован, я его сняла, открыла, вскрыла, а может и не был. Мне хочется зевнуть, но я зевну, наверное, а может нет. Короче, всем спасибо за просмотр, если вам интересно, загуглите детей, дети и прочую, вот эту вот мать-ведьму с призрачными водами, какой они, какие там вода-то еще были, мертвые призрачные воды, или мертвая вода-призрак, и послушайте. Вам, наверное, возможно понравится, но я не знаю, кто меня смотрит, кто это вообще, я так поняла, этот плейлист не особо популярен у меня на канале, потому что, в принципе, мне кажется, люди диски слушают раз в ту лет по обещанию сейчас, и, по-моему, в России слушают в основном где-то в интернете можно послушать, что там, не знаю, на плеере в МБА-3 или в телефончике. чем сидюк какой-нибудь, потому что, допустим, у меня вот второй, ну, то, что у меня смартбук, я его виндобук называю, там вообще нет привода, хотя он как бы ноутбуков считается тоже. Как бы я к тому, что DVD-приводы как-то вроде отходят на такой этот выдальку, да, там. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.